Мы видим тут огромное скопление двух видов гурами, значит светло-черные, это гурами мраморные или голубые гурами. Вот, а вот пестрый проплыло сейчас по центральному плану, это гурами жемчужный. Более взрослые особи смотрятся более эффектно. Также здесь мы видим черного цвета торпеды, лабио бикалор, так называемый двухцветный лабио, то есть это черное тело, красный хвост. На днях мы еще снимем взрослую особь. Вот, как говорят теоретики, надо содержать больше пяти особей или одну. Ну, как здесь видно, они дружно гоняются с тайкой. Ну, довольно-таки активная рыба, если она одна в аквариуме, то это аквариумный пастух. Ну, как мы здесь видим, они энергию тратят на беготню друг за другом, а если он один, то иногда у него происходит бзик. Он загоняет всю рыбу, особенно любит красный цвет, у рыбы загоняет ее всю в угол и из угла какое-то время не выпускает. Ну, вот, объяснение отношений идет у нас тут в углу. Наверное, два лидера образовались, но теперь они между собой пытаются выяснить, кто же из них на самом деле моднее. Он узел в вашем правом. В общем, по-русски. Время, где он беково. Время, где он беково. Дыхание у представителей семейства гурами, лялиусы, макроподы, гурами, то есть дыхание атмосферным воздухом. Вот видно. То есть рыбы плавают внизу, но по очереди поднимаются к поверхности воды, чтобы вздохнуть воздухом. То есть дышат, как мы с вами. Поэтому нужно учитывать, что в емкости, в которой вы будете переносить гурами, должен быть доступ воздуха. Иначе они утонут так же, как мы с вами. Вот видно, да, типично. Поднялись, плотнули воздухом и снова поплыли дальше. Поднялись, хватили воздуха. То есть держатся в основном в нижней и средней части аквариума. гурами поднимаются к поверхности, чтобы глотнуть свежего воздуха. гурами поднимаются к поверхности, чтобы гурами поднимаются. Вот, кто спокойно стоят, кто гонки устраивает. Это было у нас тоже выяснили все отношения. Наверное, один второму объяснил, что он все-таки моднее. от ratio basta ничего хотя этот в